Мила, спасибо огромное, что ты к нам пришла Деловая колбаса Деловая колбаса, видно Один день пребывания в Москве и уже местный слэм Это хорошее, да Опять же, опять все заняты руки Смотри, у тебя заняты руки, причем заняты руки все время пистолетами, Мила Это же Несмотря на то, что в основном это романтические комедии Слушайте, это можно продолжать бесконечно Но мне нравятся все фотографии И оружие тебе очень идет Спасибо большое Иногда даже получается под цвет платья Вот, и ты сегодня, я удивлен Ты сегодня прямо Почему ты сегодня Руки свободные Вы знаете, потому что я сумочку имею И все такое Но всегда, ну, всегда Если сумочка маленькая, тогда тоже О, узнаю, Мила Ёлович Теперь все понятно Ладно, давай повернемся Давай оставим Давай оставим Да, шутки бывают разные Да Мало ли что Мои друзья здесь Обитель зла Обитель зла Обитель зла полюбивший Да Значит, Саша Самое интересное, что, Мила, мы бы хотели у тебя узнать Это, прежде всего, то, что ты приехала к нам в Россию Благодаря тому, что ты снялась Продюсеры, как бы продюсеры пошли на мои уговоры И ты снялась в фильме «Выкрутасы» Друзья, расскажите в двух словах, хоть про что фильм Да, ну, нам интересно Мы на самом деле Саши не смотрели Мы же не видели еще, примера только была Да, у нас Саши не было Друзья, мы не будем раскрывать тайны Я могу сказать только одно Впервые... Убийца-повар Ну, давай, расскажи Ну, я имею нож в одной из сеней А в другой я начинаю говорить тонким голосом Такая склеечка Склеечка Я видел в рекламе, Мила все время в свадебном платье Ну, много времени в свадебном платье Ну, да, я невеста в этом фильме И я жду моего жениха И тогда этот приходит Только так в титрах написано Этот, Иван В роли этого В роли этого Этого сколько, как его А, ну, ясно Иван Урган Друзья, на самом деле, Мила, мы бы хотели с тобой поговорить о свадьбах Потому что свадьба в России очень сильно отличается от свадьбы в Америке Разные традиции Ну, вот, например Чем отличается американская свадьба от российской свадьбы? Что, я не знаю, что есть Какие специфические традиции есть в американских свадьбах? Ну, я думаю, в американской свадьбе А, все девочки одинаково одеты Одинаково одеты Подружки и подружки Да Это здесь не было Да Вообще, они застрелили Одно и то же платье Вообще, кто-то нужен Низьми по горло Да, да, мне тоже всегда смешно Будь ты мне и сестра Во-первых, можно перепутать Подружку Подружку Пришел с одной подружки невесты и ушел с другой подружки невесты И в Лос-Анджелесе можно даже не знать, кто-кто Все блондинки, все пластик серджи Все одинаковые Бери любую А ну, высыпай из газели Хлебосольный Лос-Анджелеский край А тоже там в Америке, ты знаешь, они репетируют А, репетируют свадьбу То есть заранее перед свадьбой есть то, что называется Rehearsal dinner, да, когда они репетируют Да Ну, как в России у нас Ну, они делают вид, что они пьют Да, нет В России это было вообще Нет, это невозможно в России отрепетировать Ну, потому что Если пьешь, то пьешь Ну, какая репетия для Татьяна Ну, что вы падаете, вы завтра то же самое не сделаете, вы понимаете? А это сальто назад Ольга Петровна, у вас 250 килограмм веса Ну, что это за мостик в середине стола? Знаете, над гусем? Над гусем Так это знаменитое называется блюдо Гусь под мостом Брачная ночь тоже? Брачная ночь А есть, кстати, репетиция брачной ночи? Слушайте, говорят, что... Извините, я живу в Америке, но, конечно, я русская внутри И мы репетиции не делаем Ну, потому что так же, как и мы, ненавидишь эту страну Америку, правда? Ну, эти капиталистские... капиталистские свиньи Я объясню, капиталистские свиньи, это работники капитолия Капитолия Я из России, потому что в России ты можешь водочку когда угодно пить Да, да В Америке это называется алкоголизм Ну, я открою секрет, у нас это так же называется А, да? Ради с того, что нас это устраивает А алкоголик, да, объясни А вот эта традиция, когда в машине молодоженов, на которой написано Just Married Привязаны банки пустые, да? Есть же такое? Да, да Машина едет и банки грохотят Нет, машина не едет Они... 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 как стоят на этой штукой, которую... На веревке На веревке Когда в машине Пипи А, да, клаксон, да? Клаксон? Я понимаю, что у тебя много знакомых врачей с такой фамилией в Лос-Анджелесе С честно, клаксон? Клаксон... Ну, не знаю, я называю тоже биф-권 Пипи У нас в Екатеринбурге биф-биф тоже, как и в Америке Всё биф-гипают В Америке и в Екатеринбурге биф-биф Они вовсю биф-биф夫 Клаксон В общем, ребята, я вспомню еще одну традицию Подожди, Сереж, у нас-то в России традиции Привязывать банки Нам не нужно привязывать банки Дело в том, что машины и так издают тот же самый звук Без всякой банки Послушайте, есть же в Америке традиция Когда на свадьбе фотографируются Все стоят красивые большие компании А у нас в России, насколько я знаю Фотографируются всегда до свадьбы До свадьбы Памятник Пока платье белое Я вспомнил еще одну традицию Когда к алтарю отец ведет Невесту Это же вся эта обязательная процедура А в России тоже, нет? В России ведут отца уже Батя, ну это все-таки дочь твоя Ну свадьба, ну все И притом с двух сторон его ведут А ножки вот этой стороной пола касаются И как будто лыжня такая Причем Нет, но ведут-то его не к алтарю Не к алтарю? Не к алтарю, а по направлению туда Туда такой К графику Нет, нет, нет А вообще нет такой На улицу, на улицу, на улицу Батя, не здесь, не здесь Терпи, терпи Не здесь, да? Не здесь Не здесь, терпи В церкви Не здесь, ну батя, ну в церкви Ну такое дело В Америке традиция Это была первая шутка, я все понял Осталось нет Первое предупреждение Осталось нет Мне кажется, что мы сейчас должны перейти, милый, поговорить с тобой вот о чем Ты, помимо того, что ты голливудская актриса Помимо того, что ты снимаешься в кино Ты же еще являешься лицом очень крупного косметического бренда Да Мы тоже снимались в рекламе Послушай, мы хотели бы сказать, что среди тех, кого ты видишь за этим столом Мы все снимались в рекламе Я тебе расскажу, в чем мы снимались, а ты угадай, кто в чем снимался Смотри, один из нас рекламировал йогурты Один рекламировал, простите, диваны А третий рекламировал финансовую пирамиду Тысячи людей остались без крови Миллионы Миллионы людей остались без крови Никого я не обманывал Ты сейчас взял и спалил сразу же все Ладно, откроем карты Короче, Ваня рекламировал кефир Я рекламировал диваны Вот как ты, мило, думаешь Вот если бы мы сейчас пошли в рекламу Сейчас? Какую рекламу? Ты профессиональчик в рекламе Посмотри на нас Что бы мы могли рекламировать? Вот твое мнение Ваня, Ваня, что мы? Ну, если ты знаешь, что хорошо для тебя Ты должен рекламировать Выкрутаса, наш фильм Наш фильм Ну, вот прекрасно А я? Признали Там не только местность Там и вольт Там все Значит, Брюс Виллис Какой-нибудь банк Брюс Цикало А Сережа? Так, хорошо, а я? А что бы вот Сережке Ты бы советовал рекламировать? Я думаю, диваны хорошо Тут без вариантов, да? Тот диваны Тут ребята попали Раскладные Мил Ты много Даже вот по этим фотографиям, которые здесь Ты много действительно снималась в экшн-фильмах Да Ты действительно Хотелось оружием пользоваться Обильно Ты владеешь единоборствами И то, как с какой-то легкостью отобрала у своей охраны эти два пистолета Чтобы сюда принести, говорит об этом Мы хотели сейчас, ну, как бы сказать Подтвердить твой статус action lady. Для этого убей Сашу. Что сразу я? Саша, в тебя проще попасть просто. Давайте. Саша уже выпил. Мила, сейчас мы сейчас упоряжем. Вставай, вставай. Вот, возьми яблоко. Сереж, нести пистолет. Сейчас, где-то заряжу здесь. Вот он, мой пистолетник. Саша, ты встань на фоне красного занавеса, чтобы не было видно... Так, подождите, подождите. Так, подождите. Ваня, мел есть. Сашу обвести? Ну, врача. Твоя задача. Выстрелив из этого пистолета, тебе важно попасть в яблоко. Но не в глазное. Отсюда? Да, отсюда. Ну, можно в упор, конечно. Тогда интриги не будут. Подожди, подготовились. Я скомандую. Привет, тишина. Тишина в студии. Раз. Два. Буду один вести большую разницу. Три. Вот и попало. Чудо-фонтажа. Прекрасный. По-моему, выстрел. Отличный. А мы все остаемся. Друзья. Мила. Мила. Мила решила закончить нашу посиделки. Ничего. Говори. Какая следующая тема? Да, следующая тема. Думаю свадебная. Я могу сказать, имею подарок. У тебя есть подарок? Мила. Ну да, принесла подарок вам. Так. Ну, не такой большой, но я покажу. Так. Не такой большой, но все-таки надо за ним сходить. О, ой. Та-дам! Оставьте его сюда. Спасибо огромное. Я так понимаю. Слушайте. Очень красиво. Ну, вот я, конечно, в платье. Подожди, сейчас, подожди, я угадаю, где ты? Ты в центре. Да. Сережа, так жена тебе звонит. А завтра, завтра газета зрения напишет. Светлаков в пути первого канала съел голову Урганту. Сережа! Сережа! Он из пластилина. Сережа! Сережа! А, ты стой! Торт нужно почелить, не куклы. Сейчас я ног поделаю. Сережа, ты понимаешь, что это уже не Костя Хабенский? Это уже пореченка. Встреченка! Встреченка! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогая Мила, теперь мы хотим сказать тебе, что у нас есть традиция. Мы в конце каждого наших посиделых, мы поем. Ты замечательно поешь. Вообще... Нет, вообще вспомнить про корни. Мила, ведь у тебя же есть украинский корни. Ну, конечно. Вот это украинская песня, практически народная. Народная украинская песня. Сладебная. В исполнении народной артистки Украины. Людмила Юрьевича. Людмила Юрьевича. Мы пошли, пошли. Людмила Юрьевича. Мила Юрьевич, на жекте Бересвилдом. Ты сказала, в понеделок идем разу по барвинок. Я пришел, тепер нема. Підманула, підманула. Ты ж мене підманула. Ты ж мене підвила. Ты ж мене підмурна. Зоморозом взела. И сказала, улівторок поцелую радий ц projekt. Я пришел, тепер нема. Підманула, підвила. Ты ж мене підманула. Ты ж мене підвила. Ты ж мене молодо. Зоморозом взела. И сказала, у середу intéм разом по череду. Я пришел, тебе нема. Підманула, підвила. Ты же меня подгорела, ты же меня не давила, ты же меня молодым с морозом взяла Ой, тупа, 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 у Ивана нема чува, я сказала уж и тверд, идем разум по Сантер Я пришла, у тебя нет, ты звонила, ты же меня подгорела, ты же меня молодым с морозом взяла Я пришел к тебе в субботу, а папа с мамой на работу, а детей ты убила, обманула и подвела. Я пришел к тебе в субботу, а детей ты убила, обманула и подвела.